Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео мы делаем абсолютно честный обзор на Марк 1. Это единственный премиумный тяжелый танк первого уровня в нашей игре, который много лет назад был введен в игровое событие буквально на две недели для того, чтобы дать возможность игрокам и любителям старины покатать на данном монстре. И потом благополучно был изъят со всех аккаунтов, в том числе, друзья мои, стоит отметить, что данную машину изъяли из пресс-аккаунтов всех ребят, которые ими пользуются. И наконец-то, наконец-то разработчики дали возможность данную машину некоторым из нас выкатить из ангара для того, чтобы вспомнить, как это было, для того, чтобы снять на него обзоры. И что самое важное, друзья мои, зачем делаю я это? Я обожаю танки, я люблю эту игру, я посвятил ей 9 лет. И я хочу, чтобы Марк 1 вернулся в игру, пускай и не навсегда, а возможно и навсегда в ангар каждого желающего. Возможно, просто напокататься. Я буду продавливать тему того, чтобы разработчики дали возможность всем игрокам ощутить тот кайф и фан от этой машины, которую можно ощущать. Первое, что стоит отметить, Марк 1 существенно уменьшенная модель реального танка. Дело в том, что в реальном танке находилось огромное количество обслуживающего персонала, экипаж танка был очень большой и, соответственно, данная машина, она должна была быть в игре гораздо больше. По моим предположениям, где-то ориентировочно в размере Мауса, а может даже и больше. И вот для того, чтобы в свое время данные огромные тачки не ездили по карте и не мешали друг другу, их существенно уменьшили пропорционально. Что же касается технических характеристик, это просто какая-то чума, потому что если вы зайдете, вы просто, не знаю, выпадете не то чтобы в удивление, вы просто до речи потеряете. Потому что для танка первого уровня 550 единиц запаса прочности, это значит, что данную машину для того, чтобы разобрать, необходимо потратить минимум половину боя. Плюс к тому, стоит отметить, что у него просто уникальнейшее оружие. Орудие, которому нет равных 90 единиц альфы и 120 на осколочно-фугасных. Да, пробитие 7 мм, но если вы в кого-то в осколочно-фугасный зарядите, ему будет крайне неприятно. 90 пробития 57, это значит, что вы пробиваете всех и ваши 90 однозначно 100% заходят во всех, в кого вы стреляете. Я ни разу на марке 1 не давал выстрел без пробития. И что самое еще чумовое в этом орудии, это угол склонения орудия вниз минус 15. Вы представляете, что такое минус 15, угол склонения орудия вниз. Мало танков в нашей игре, которые могут похвастаться тем же самым градусом подъема орудия вверх, а здесь вниз минус 15. Вы в принципе выцеливаете всех, кого не лень, везде тут, куда вам надо. Что касается времени сведения, разброса, эти цифры в принципе нормальные для первого уровня. Там нет особо точных орудий, но что самое интересное, что у марка 1 получается стрелять точно, как на средних, так и на дальних расстояниях. И дискомфорта машина не вызывает абсолютно. Подвижность и подобные вещи, безусловно, будем заценивать с вами непосредственно в бою, куда отправимся буквально через пару секунд. Но для начала давайте обсудим и Ахиллесовый пятый. А она просто огромная, ребят, на весь танк. У танка абсолютно нет никакой брони. Ну просто по определению, брони у него нет. Если вы посмотрите на него со всех сторон, то вы увидите, что он весь либо зеленый, либо желтый. Что касается каких-то крепких мест, ну вот пожалуйста, целых 19 миллиметров с приведенкой. А здесь у нас, друзья мои, 12 миллиметров, но здесь приведенки нет. Короче говоря, пробивается он везде. И безусловно, светится он, ну я не знаю, лучше, чем новогодняя елка на праздниках. Но это не помеха, с учетом того, что вы имеете, друзья мои, как я уже сказал, 550 единиц запаса прочности. 550 единиц, при том, что все остальные машины имеют, ну пускай 320. 320 это потолок, который я нашел. Это все машины, которые есть на уровне. Есть единственная машина, которая может хоть в чем-то с марком сравниться. Это Викерс Медиум МК-1, у которого тоже Альфа 90. Но при его запасе прочности, друзья мои, до лампочки эти 90. Ну серьезно, просто потому что на марке вы реально можете реализовать свой вот этот ДПМ. Причем вы можете его еще и существенно превзойти. ДПМ 865, и кто-то скажет, что на уровне есть ребята, которые выдают 934. Та же самая Реношка Отсу, да. Но все же, мне кажется, далеко не то же самое. И в этом, в этом прикол машины. Прикол в ее безумной живучести. По-моему, все, что можно было про эту уникальную машину обсудить, стоя в ангаре, мы уже обсудили. Единственное, что нам остается, это заручившись поддержкой всех тех ребят, которые проявили, проявили понимание и желание, и решили составить мне компанию в обзоре на данную машину. Я не буду перечислять всех, просто видите список всех ребят, которые решили мне помочь. Мы сейчас зайдем в тренировочную комнату. Почему именно в тренировочную комнату? Потому что зайти в рандомный бой у меня физически не получилось. Разработчики предоставили такую возможность. Они сказали, на, заходи. Но только проблема заключается в том, что балансер при этом начинает сходить с ума. У балансера при этом заворачивается мозг, и он не знает, каким образом Марка засунуть на первый уровень против всех первоуровневых машин, которые здесь есть. И что самое интересное, что там даже игроков было достаточное количество для того, чтобы в бой меня пустило. То есть, если бы там, допустим, в списке ожидания было меньше ребят, чем необходимо на две команды по 7 человек, Итого 14 бойцов, я бы еще понял. Но поскольку их хватало, и хватало их с лихвой, для себя я делаю только один вывод. Для балансера это просто смерть. Что касается машины. Ну, согласитесь, смотрится она просто уникально, просто шикарно. Она ни с кем не сравнима. Это единственная машина в игре. Даже вот эти два сзади исторически правильно прорисованных колеса, которые давали возможность Марку проезжать через неровности и какие-то овраги, для того, чтобы жопа у него вниз не провалилась. Ну, а дальше уже гусеницы вытягивали. Это все добавляет такой классной реалистичности машине, от которой у тебя начинает потихоньку происходить какой-то танковый оргазм. По-другому я его назвать не могу. Что касается подвижности машины. Она едет абсолютно нормально. Когда ты видишь Марка где-нибудь на картинках, или когда ты видишь его заезжающим в бой, и тебе кажется, что сейчас ты заедешь на какой-то такой унылой машине, на которой ты не сможешь даже передвигаться. Каким образом Е100 сюда попал? Наверное, я немножко ошибся. И Е100 сейчас крайне сильно все испортит, если в меня будет стрелять. Вроде бы там в описании даже было написано по поводу того, что заходим в бой только на танках первого уровня. Зачем парень это делает, я, честно говоря, не знаю. Никогда ничего не выбрасываю из своих обзоров. Как есть, так есть. Стоит ли похвалить нам этого парня? Сказать ли Вове большое спасибо за то, что он зашел и испортил, в принципе, нам всю малину? Я думаю, что не стоит. Я думаю, что Вова, он, в принципе, не достоин того, чтобы мы даже этот разговор с ним поднимали. Досматриваем сейчас результаты боя. Ну и обязательно сейчас попрощаемся с Вовой. И зайдем с нормальными, адекватными танкистами, которые понимают, зачем мы здесь собрались. И читают описание комнате, в которую они заходят. Вова красавчик, Вова делает три фрага. Дай бог с ним, с Вовой. Давайте вернемся к Марку. Обалденная машина. В свое время засветилась крайне красиво. И она действительно стоит того, чтобы разработчики ее вернули. Хотя бы в коллекцию. Хотя бы для того, чтобы периодически бывало возможность взять эту машину и выкать ее. Ну, пускай хотя бы не в рандомные бои. Ограничьте. Сделайте возможность выкатывать в тренировочную комнату. Но она стоит, ребят, того. И если вы со мной, друзья мои, согласны, обязательно ставьте лайки данному видео. Обязательно пишите свои комментарии. Поскольку на данное видео я буду ссылаться в общении с разработчиками. И в попытках уговорить их вернуть Марка 1. Дать ему возможность ощутить свою былую славу. Ничего я с данным боем сделать не смог. Друзья мои, я очень редко это делаю. Я делаю это со скрипя сердцем, как правило. Но сейчас я это сделаю абсолютно с гордо поднятой головой. Я поставлю диз нашему Вове. Потому что то, что он сделал, ну это честно говоря, крайне некрасиво. Вот я попытаюсь максимально культурно это сказать. Вова, прости пожалуйста, но тебе нет места в рядах нормальных порядочных танкистов. Вот и все. Если Вова не смог прочитать сверху по поводу того, что мы хотим покатать стандартный бой двух команд ради обзора на танк. И только танки первого уровня. То, наверное, Вова читать не умеет, как мне кажется. Друзья мои, давайте подключайтесь. Времени мало. Обзор у нас идет в прямом эфире. И абсолютно честный зацен там же происходит. Ждем, ждем ребят. Считаем до трех. Если что, к сожалению, попрощаемся с несколькими из них. Снимаем обзор, как я уже сказал, в прямом эфире. А значит, ожидать времени у нас, к сожалению, нет. Но в любом случае, ребятам большое спасибо за то, что они присоединились. А Вове огромный диз. И я думаю, что именно из-за таких игроков бытует понятие рак и подобное. Ну что, поедем. Попытаемся еще раз реализовать данную машину. Мне очень сильно заходит. В нормальном, скажем так, неподготовленном бою Марк, понятное дело, что разорвет рандом. И если Марк будет заходить в обычные рандомные бои против обычных соперников на танках первого уровня. А как правило, на этих танках играют новички. А не так, как ребята, которые сейчас собрались. Понятное дело, у них огромное количество танков в ангаре. Они уже все знают. Они уже все понимают. То я больше чем уверен, что справиться с Марком 1, преобладающим в большинстве новичков, ну если не всем 100%, будет крайне-крайне сложно. Плюс к тому, сложность заключается в том, что, по крайней мере для моих боев сейчас, заключается в том, что ребята, которые играют против меня, понятное дело, в первую очередь хотят меня вынести. В нормальном же обычном бою, не имея какого-то особого интереса конкретно к Марку, никто не будет сосредотачивать свое внимание именно на этом огромном монстре, а будут сражаться с теми ребятами, которые есть рядом. Ну вот сейчас, допустим, двое-трое соперников заняли верхотуру, ну и, соответственно, на ней стоя отстреливают именно по мне. Безусловным огромным минусом данной машины являются, ну прям просто конские какие-то размеры этого танка. Я бы сказал, что это такой себе даже не дом на колесах, это дворец на колесах. Сейчас попытаемся объехать, не хочу ехать в лоб, хотя, в принципе, запаса прочности больше, чем хватает. И что самое интересное, вчера, когда я данную машину выкатывал тоже в тренировочную комнату против одного из своих друзей, то у него даже не получалось меня закрутить. Вот такой вот парадокс, несмотря на огромные, просто огромнейшие размеры данной машины, у нее хватает подвижности и поворотливости сделать так, чтобы легкие танки его не закручивали. И, честно говоря, кайфа от этого было просто огромное количество. Ну что, поехали. Вот сейчас я должен выехать и просто отбивать всех, кого не лень, по ХП. Как сейчас? Ну как сейчас так обидно получилось? Обалденный танк. Обалденные эмоции. Это то, чего я жду всегда от игры. Я жду прилива адреналина, прилива фана. И, в частности, данная машина, она предоставляет такую возможность. Это действительно непередаваемое ощущение, которое ты получаешь, играя на чем-то абсолютно уникальном, на чем-то абсолютно нестандартном. Как я говорил, даже на дальних и средних расстояниях, несмотря на то, что с разбросом и временем сведения здесь не сильно все хорошо, при этом всем он все равно продолжает быть имбовым. Он имбовый во всем, полностью, во всех отношениях. И бог с ним, с отсутствием брони, тогда, когда у тебя запаса прочности за нескольких твоих союзников. Что касается результатов по бою. 560 единиц, 2 фрага. В своей команде по урону я занимаю второе место. Отыграл круизер немножко лучше. Вова топ красавчик. Вопросов нет. Но это было действительно классно. Это было действительно суперски. Я очень сильно хочу, несмотря на то, что, как правило, я делаю третий бой только тогда, когда я не понимаю машину. Или тогда, когда я хочу показать, что она так играется постоянно. Ну, короче говоря, я хочу в чем-то дополнительно убедиться. При этом, друзья мои, Марка 1 мы сейчас выкатим еще в один бой не по этой причине. А по причине того, что я не хочу его отпускать. Я не хочу переставать на нем играть. И я хочу, чтобы эти ощущения были и у вас. Я хочу, чтобы вы получали все те эмоции, которые можно получать от этой игры. И именно в таких танках кроются эти эмоции. Повторюсь еще раз, если вы поддерживаете мою позицию, если вы хотите видеть Марка в игре, обязательно, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки данному видео, жмите колокольчик, чтобы не пропускать видосы, пишите свои комментарии. Чем больше лайков и комментариев данное видео соберет, тем быстрее разработчики поймут. И мы сможем доказать разработчикам, что данному танку нужно быть в игре. Что вы хотите его видеть, что вы хотите его катать. Пускай и не всегда, пускай с ограничениями. Возможно, возможно, я не могу гарантировать, не могу утверждать, но возможно у нас получится уговорить разработчиков сделать отдельный ивент для получения данной машины. Ну и желательно, понятное дело, абсолютно бесплатно. Ну что ж. Вот первый соперник. Так, начинаем. Начинаем, ребят. Все, что он с меня занимает... Ну сколько он с меня снял? 30 хпшки. Все результаты. По-моему, его немножко заглючило, если не ошибаюсь. Но это не повод нам, по-моему, останавливаться на достигнутом. Поехали дальше. М3 лайт, едь сюда. Ну согласитесь, 42 против 100 с копейками нанесенного урона. Но о каком, о каком соперничестве здесь может идти речь? Этого соперничества в принципе нет. Угол склонения орудия, как я говорил, такой, что я ему могу в днище стрелять, в упор стоя рядом с ним. Да, он меня пробивает, но он не может со мной разменяться по хп. Первый рикошет. Первый рикошет за все время, сколько я катал Марка. Это круто. Это действительно достижение. Сейчас меня разберут. Но вот как раз размеры танка, вот эти вот огромные размеры танка и задние колеса, они не дают возможности сопернику... Они не дают возможности сопернику меня закрутить. Именно этими колесами ты постоянно прикрываешься. И именно эти колеса позволяют, скажем так, забрать проезд рядом с какой-то вот преградой, с каким-то препятствием. Обалденная машина, просто суперская. И я больше чем уверен, что все вот эти вот, абсолютно, кстати, ребят, не подставные бои. Мы собрали команду на стриме, и мы начали играть, ну, предварительно не договариваясь. Я добавлял всех абсолютно, кто добавлялся. И согласитесь, две победы... Это явно, потому что Марка-1, команда соперников, просто не может разобрать. Потому что существенный дисбаланс идет по общему количеству запаса прочности двух команд. Вот такой вот он, друзья мои, Марк-1. Стоит ли заиметь его себе в ангар, в случае, если такая возможность появится? По-моему, данный вопрос даже стоять не может. Он просто должен быть у каждого из вас. Он просто должен быть в игре. Я обращаюсь к разработчикам уже. Ребята, задумайтесь над этим. Дайте возможность игрокам ощутить всю прелесть этой машины. Что касается результативности по команде. Да, пускай в последнем сейчас бою меня слили. Но, друзья мои, урон есть урон. Хорош ли он? Он просто безумно великолепен. Ну, а что ж, на данный момент у меня все. Если получится, катайте Марка-1. Ну, и вспомните о том, что я был один из тех, кто продавливал данную тему перед разработчиками. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.